здравствуйте игорь николаевич спасибо большое за то что принимаете нас здесь вашем кабинете рабочий кабинет президента республики моду вообще изменился я здесь была когда были разный президент еще во времена петра кирилл челучинского первый раз попал так вот сейчас могу с полной ответственностью сказать что вообще другой я был я был три раза до того как стал президентом когда был министр мне тоже кажется немножко поменялось потому что поменяли кабинет я показывал уже журналистов вот нашим телезрителям там наверняка видели пока что всех книг и так далее мы мы только устраиваем здесь ну я здесь поставил два ордена которые получил этот патриарха кирилла от его святейства этот патриарха иерусалима прош в прошлом году оба оба в обе награду оба ордена вот там фотографии как мы были на афоне здесь как встречались с папой римским вот это подарок от журналисты витар тасс после моего первого официального визита ну подарка много мы сейчас пройдем покажем это это кстати тоже подарок вот из малахита я думаю красиво мне подарили с деловой россии если не ошибаюсь когда мы проводили форум все пришли говорят можно мы подарим для президентуры вот здесь останется ну такой вот у меня каждый день рабочая обстановка библия до на столе вижу вот только не вижу а вот телефон и вижу до коммутатор вы можете связаться много коммутаторов мы еще не ставили в принципе с этим правительством не о чем поэтому кому-то коммутатора в нас нет этот уголок некоторые мои оппоненты не критиковали что может быть слишком вот такие вещи нашего православия но вы знаете как я ценю православие как и отношусь к нашим ценностям это подлинная копия знамя штефана чалмари оригинал находится на афоне монастырь зоограф это бывал не раз кстати мы подготовили для зоографа сделали потому что они храняли хранили оригинал ну в сундуке это вытаскивали показывать это оригинал знамени штефан чалмари он сам туда привез в 1502 году боевого знамени и я им сделал из стекла бронированный сделал большой такой специально для хранения знамени и они месяц я их попросил и там сделали именно монахи сделали мне этот эту копию который будет находиться здесь ну штефан чалмари это копия меча штефана чалмари вы знаете что оригинал находится в истамбуле как символ мы его здесь поставили это тоже очень важная икон это копия икона святого георгия тоже с зоографа тоже монахи мне там сделали и пока мы держа здесь может быть потом поставим где-то в другом месте вот такой рабочий кабинет мы этим столом собираетесь своих советников мы заседали советниками проводим другой как другом кабинете кстати каждое утро 8 39 уже все знают у меня планерки в последние два года как я стал президентом не каждое утро планерки только если я куда-то выезжаю но здесь более узкие заседания каждый день практически по три-четыре рабочих заседания мы здесь проводим вот вот такой кабинет такая обстановка рабочий рабочая обстановка ну сделано конечно все это со вкусом и мне кажется что должно хорошо работать я думаю что ну останется и для следующих президентов хороший кабинет хороших и те кто не критикуют что я сделал вот все это мы же все это сделали не для конкретного человека мы же это сделали для государства и отремонтировали это здание и этого что-то очень важно потому что то силу государственность и очень важно что все это было сделано без не без единого ли я бюджетных средств это все за счет помощи наших турецких партнеров и друзей коллег я предлагаю приглашаю в библиотеку время там мы и пообщаемся с удовольствием такой зал библиотеки он был сделан еще если не ошибаюсь 2005 шестой год практически он не был разрушен потому что тогда вот когда был 7 апрель люди поднялись эти те которые здесь все ломали но здесь ну кое-что взяли но не успели уничтожить поэтому мы провели косметические сделали косметический ремонт для того чтобы было возможно здесь хранить книжки некоторые подарки которые другие лидеры государства дают президенту молдова все здесь будет все хранится здесь любопытно спасибо игорен кач не могу не начать с того вопроса которому который вы сегодня осветили для всех журналистов я сейчас говорю о том что удалось освободить молдавских пилотов пленных в афганистане я так понимаю что вы лично занимались этим вопросом вы лично принимали участие в их освобождении я думаю что это во первых хорошая новость и первую очередь для семьи и одного и второго пилота потому что ну они потеряли надежду что освободят речь идет я уверен что сегодня все уже целый день все это видели но речь идет о двух пилотов которые с 2015 года с ноября находились плену у талибов в афганистане и вертолет сбили они там находились работали официально работали у них был договор с американским правительством и талибан и сбили ракетой командира тоже нашего молдаванина сразу расстреляли на месте их двоих еще 10 или 12 человек взяли в плен для того чтобы попытаться обменять на других пленных ну которые там было были американцы потому что с американцами в течение этого периода переговоры у талибанов были на сначала не запросили около 35 миллионов долларов за каждого потому что варианта 2 либо обменять на пленных либо просить деньги и тальбаны сначала запросили деньги конечно 35 миллионов долларов никто не соберет и не сможет эти деньги дать и все это длилось последние три года три с половиной уже практически мы начали заниматься этими вопросами прошлом году на одной из встреч с коллегами из россии об этом знаете высшее руководство российской федерации я попросил чтобы они по своим каналам рассмотрели возможность чтобы нам помочь что вернуть этих ребят была очень серьезная операция подготовлена секретные я не раз не буду раскрывать сейчас все детали как их оттуда брали каких через разные границы переправляли но скажу только что в пятницу вечером на прошлой неделе спец бортом специальный борц специальный самолет их взяли оттуда из одного аэропорта и привезли в москву перед этим мои люди вместе с российскими коллегами мы провели сначала с ними беседу предварительно но они не понимали не верили купили им одежду потому что мне в лохмотьях и уже в москве мой советник войку павел по спец поручениям который занимался этим вопросами от моего имени ну что мы разговаривали об этом на уровне руководства но деталями занимались мои советники мы их уже встретили то что они рассказывают то что они рассказывали войку конечно это очень страшно и какие держали три года в в яме земле как им давали пол буханки хлеба и стаканчик маленькой воды в день больше ничего не давали как один раз только за весь этот период на рамадан им дали маленький кусочек кто-то бросил просто в яму кусочек мяса как каждый день приходили один из них разговаривал на английском им дали книжку переводчик с французского на арабский английского не было как каждый день приходили и говорили вот у нас или через два-три дня говорили у нас нет возможности вас обменять поэтому завтра мы одного из вас просто на камеру голову срубим чтобы это было показательно всем и все они когда-то рассказывает конечно они в шоке я сегодня созванивался еще раз докторами нам удалось уже обеспечить чтобы они пообщались с семьей семьи здесь тоже в шоке пока что делается полное обследование медицинское проходит все анализы все необходимые консультации у всех медиков для того чтобы потому что они были в ужасном состоянии мне сказали что даже потихонечку начинают с молочных продуктов каких-то чай и так далее для того чтобы их вывести нормальное состояние работают психологи что не расплакались когда поняли что то не просто их переносит с одной базы на другой потому что были случаи когда перевозили с одного кишлака в другой кстати один из них одному из них удалось сбежать и он который помоложе и он рассказывает как это было несколько лет назад как он ходил кишлаками между кишлаками его поймали не хотели там козь очень уже ужасные вещи но я думаю что самое важное что нам удалось их спасти я уже сегодня говорил что на этой неделе посмотрим исходя из своего графика потому что у меня предусмотрена зарубежная поездка мы сегодня об этом поговорим может быть на обратном пути я полечу через москву и вместе с ними прилетим в кишинев и непосредственно передадим родственникам я думаю что в течение недели мы все медицинские вопросы мы решим и наши ребята наконец-то вернуться домой и правильно понимаю это было президентская такая вот операция в нашей стране никто об этом я так понимаю не знал не представители никто правительства никто об этой операции не знал были попытки меня есть информация на уровне правительства сиба нашего 2017 году у меня есть детали мне даже пытались собрать какие-то деньги и так далее интересно потом надо будет разбираться всем этим но они бросили это дело еще года полтора назад или что ничего не получается и подняли руки и оставили этот вопрос когда я понял что никто не занимается молдови этим вопросом серьезно для решения вот тогда я принял решение непосредственно заняться поэтому не правительство не сибы парламент не были в курсе этой спецоперации которая проводилась по инициативу президента молдовы в договоренности с нашими российскими коллегами конечно с российской стороны было задействовано очень много людей как я уже сказал на уровне руководства об этом знали отдельно хочу поблагодарить сопредседателя деловой россии игоря юрьевича чайку который непосредственно занимался другими вопросами которые нужно было там решать но что еще расскажу это было очень очень непросто и на следующей неделе я думаю что ребята уже буду теперь все-таки предлагаю вам блок вопросов о предвыборная компания мы же выбрать участие да вот цик считает по-другому цик считает что вы свой рейтинг переносите на рейтинг партии социалистов цик обратился к вам с просьбой быть беспристрастным политически не ангажированным в общем много с какими пожеланиями я не знаю где вас встретила в этом здании вы узнали об этом решении или нет но тем не менее в это решение не могло не взволновать вас как-то наверно да потому что все таки там формулировки достаточно жесткие как вы объяснили себе это решение почему она вообще появилась давайте сначала объясним телезрителям о чем идет речь давайте впервые за 27 лет центральная избирательная комиссия пытается запретить президенту страны который имеет легитимность который был избран прямым голосованием встречаться и разъезжать по районам встречаться с людьми ну это вообще нонсенс ну представляете насколько они боятся и понимают что они проигрывают эти выборы понятно кто это партия власти демократическая партия это они запустили и всех этих клоунов в спойлеров и так далее которые каждый день бьют по мне вот на прошлой неделе мы посчитали коллеги было в семь или восемь пресс-конференций которые занимались исключительно тем чтобы бить по дадону понятно почему я об этом предупреждал что они боятся первые появятся что потеряют власть что проиграет выбор и по всем во всему что происходит они эти выборы проигрывают но для того чтобы как-то появились какие-то шансы у них они подумали давайте вот мы будем быть предпрезиденту и запретим ему ехать по району я когда услышал вот эту информацию на что мне писали я был на встрече в бельцах для зал 700 800 человек в зале я только зашел мне дали эту информацию подошли советская вот есть такая проблема я обратился к людям все в шоке говорю слушайте мне сейчас если исходить из того что пишут наши оппоненты наши политические враги их по-другому не назовешь нужно закрывать встречу я должен уйти а здесь люди собрались 800 по логике цико да она она второй день субботу у меня была запланирована встреча в у конечных в таракли и в штефом воды еще она воскресенье у меня было запланировано уже две встречи бричана и единцы что делать в этом случае конечно я принял решение эти встречи проводить поэтому я провел и в бельцах пятницу я провел и в субботу в у конечных в таракли не успел штефом вода потому что вернулся обратно с штабом с нашими юристами смотреть как действовать дальше как нам дальше исходя из тех рисков что может могут сделать наш оппонент что может делать цик как они могут использовать инструменты конституционного суда и так далее вот а что может сделать цик и использовать эти инструменты я думаю что самое рискованное что они могут сделать они могут снять партию с выбор конечно никто эти выборы в этом случае не признает я думаю что не признаете народ не признает не зарубежные наблюдатели. Я уже провел серию встреч и переговоров с послами. Завтра утром в 11.00 у меня будет встреча со всеми послами, аккредитованными в Республике Молдова. Я их проинформирую о том, что происходит. Они знают. И мне очень многие послы, с которыми я встречался, говорят, что если снимут одного из самых серьезных электоральных конкурентов, ясно, социалистов, либо правых блока КУМ, тогда эти выборы никто не признает. Но я думаю, что они настолько боятся, что они могут идти на любой беспредел. Сейчас начали другую атаку. Сейчас начали атаку уже с другой плоскости, потому что до сих пор сливали разные фейковые компроматы на президента через маленьких спойлеров. Сейчас уже запустили другое, что Додон готовит какой-то переворот военный, какие-то боевики, русская весна и так далее. Ну, идиоты. Зачем это делать? Ну, кризис людей, наверное, уже в ход идут такие вещи. Зачем это делать Додону и, понятно, партии, которые поддерживают Додон, если они и так побеждают на выборах? Зачем вот все это готовить? Понятно, что они хотят. Они хотят опять напугать людей. Я помню, знаете, в 2014 году, когда мы шли на парламентские выборы, я в качестве председателя партии социалистов, начали появляться последние 10 дней ролики, Додон с пистолетом, стреляют в тири, нашли где-то, наверное, в какой-то встрече с блогерами. Стреляют в тири и весь экран кровь и не голосуйте за партию войны и так далее. Вы помните, какой эффект был? Обратный. Люди массово проголосовали именно за эту партию. Я думаю, что они готовят именно вот такие вещи, но они не понимают, что люди этого уже не проглотят. Не проглотят и внешние партнеры, потому что до сих пор пугали, что Додон только с Россией, только с Путиным, он отменит соглашение с Европой, пойдет против американцев и так далее. Я четко, ясно, везде говорю, мы ничего отменять не будем. Мы будем дальше сотрудничать с Европейским Союзом, мы будем сотрудничать с американцами. Мы не будем проевропейскими, но мы будем про молдавские. Поэтому все эти нападки никакого эффекта не дадут, если они пойдут на снятие партии с выборов, либо попытаются снять с должности президента, то тогда у другого варианта не будет. Мы просто призовем и мы уже готовимся массово выйти на протест. Чем все это закончится? Я думаю, что это очень плохо закончится для тех, которые все это затеяли. Но если думает, что кто-то побежит из Молдовы прятаться где-то непонятно где, либо допустит, чтобы пошли так по беспределу, ну это не пройдет. А встречи в районах мы будем продолжать. Я завтра поговорю с послами, я предложу, чтобы они поехали со мной. Ну пусть. Если хотят все послы, несколько десятков, мы можем и транспорт организовать. Мы поедем вместе на встречи по районам. И чтобы они увидели, какие там электоральные встречи, какие там про какие-то партии. Встречи будут, пожалуйста. Кстати, на каждой встрече, вот сейчас в Тараклие, в Уконечных, были наблюдатели в Босье. Даже пару иностранных наблюдателей, которые разговаривали на английском, они подошли в конце, мы пообщались чуть-чуть на английском, они говорят, хорошая встреча. Я их спросил, вы увидели какие-то там нарушения? Они говорят, по нашему мнению, никаких нарушений не было. Вот в Уконечных, где был переполненный зал, около тысячи человек. Я нашел, они подошли ко мне, пару ребят, которые разговаривали на английском. Они говорят, слушайте, мы не ожидали такой встречи и такого эффекта. Я говорю, вот такие встречи есть. Ну из-за того, что вы говорите, я делаю для себя вывод, что хорошо уже то, что вы, судя по всему, доверяете той реакции послов. Если вы говорите, вот, не признают, меня заверили послы, значит, тогда вот это все будет... Не то, что доверяю, не доверяю. Я твердо убежден, что беспредела никто не признает. Ни на Западе, ни на Востоке. Это первое. Второе. Нету вот той ситуации и той реакции, и той позиции западных послов и стран по отношению, критической позиции, по отношению к социалистам или Багдадону. Я думаю, это и пугает наших оппонентов. Вот. Раньше всех пугали Дадоном. Сейчас этого нету, потому что мне сказали некоторые западники, доверительные беседы, говорят, мы вообще не видим никаких проблем, если ваши там победят и возьмут 50+. Понятно у вас, что вы хотите. Понятно, как остается соглашение. Понятно, как будете двигаться. Понятно, что вы хотите вернуть хорошее отношение с Россией. Здесь мы не видим никаких проблем. Поэтому ситуация поменялась не та, которая была 3-4 года назад. Значит, неправы те, кто говорят, что власть так ведет, потому что ей позволяют так себя вести. Значит, что у нее есть некое такое благословение на то, что она делает. Оно есть, это благословение? Нет. Все тыкают в сторону иностранных держав и говорят, ну, они же понимают. Ну, по результатам моих бесед с послами иностранными, западными. А вы видите, что я встречаюсь каждую неделю. Кстати, в тот самый день вы встречались с послом Соединенных Штатов Америки. С утра? Да. Вот мне интересно, через несколько часов он не перезвонил вам, не уточнил, как вы вообще после беседы, да, ведь вы же затрагивали эти вопросы. Вот такая сногсшибательная новость. Мы общались. Я скажу другое. Они сейчас хотят закрыть все избирательные участки для предмистровцев и переместить их на 40 километров от Днестра. Вот представляете, есть такое предложение от инспектората полиции, что есть риски дестабилизации. Какие риски? Какая дестабилизация? И для того, чтобы как-то сорвать голосование граждан Республики Молдова, которые проживают в Приднестровье, а там более 230 тысяч с правом голоса, для них открыли 47 избирательных участков. И я знаю, что они готовы массово участвовать в выборах. 50, 60, 70 тысяч человек. То хотят, и буквально обсуждается сегодня, завтра, хотят закрыть все участки, которые открыли по Днестру, которые близки, чтобы люди пешком даже переходят в Днестр и голосуют. Они хотят их закрыть все и переместить ближе к пруту. Представляете что-то? Да, представляю. Такого не было ни разу. Никогда такого не было, да. То есть они идут на запрет, попытаются запретить президента встречаться с народом. Они запустили всех спойлеров, что можно против президента и партии. И они сейчас, они открыли меньше участков в России, всего лишь 11. Для того, чтобы наши граждане несколько сот тысяч там не могли голосовать. И сейчас они боятся граждан, ну, Молдовы, которые проживают в Приднестровье, и хотят сделать им искусственные барьеры, чтобы они не голосовали. Вот так. Ну, на этот вопрос вам ответил сам Госпоин Канду. Если вы помните его последнее заявление по Приднестровью, где он сказал, что он не исключает того, что ее про интеграцию в обмен на Приднестровье, кстати, очень многие комментировали это заявление, что, в принципе, никогда ни один лидер не говорит о том, что готовы уступить часть территории кому бы то ни было. Тем не менее, это заявление есть. Мне кажется, самое многое объясняет. Не знаю. Боятся. Очень серьезно боятся. Но обычно, знаете, как говорят у вас Молдовани, лечить с теми, чего боятся, этого не избежать. Поэтому я очень надеюсь и призываю не идти на беспредел. Потому что в этом году у нас десятилетие, к сожалению, таких событий, которые были здесь, перед этим зданием, 7 апреля. народ не потерпит. И я очень не хочу, я делаю все возможное в течение последних двух лет, не допустить вот именно дестабилизации. Но люди способны, готовы ко всему. Знаете, о том, что вас допекла эта ситуация, я поняла, когда вы согласились на создание народного движения. То есть уже все время, я помню, вот в наших с вами интервью вы все время говорили, Людмила, я боюсь вот провокаций. Поэтому мы стараемся народ просто так не выводить. А вот теперь, когда я увидела вот это видео, эти люди, которые стояли здесь, перед президентским дворцом, я поняла, что все очень серьезно. Это народное патриотическое движение, которое было создано по инициативе снизу. Вот мне люди задают вопросы и сейчас, вот Таракли буквально позавчера, в субботу, мне спросили, Игорь Николаевич, а почему вы не обратились к народу, когда они в течение этих двух лет сделали первое, второе, третье? Почему вы нас не призвали? Мы пришли. Мой ответ был, ребята, я не хочу дестабилизации. Я всегда говорил, будут выборы парламентские, вот на выборах мы поставим точку. Но возникает нормальный вопрос. А если они на эти выборы идут по беспределу, что нужно сделать? Вот что нужно сделать? Половину населения, минимум половину населения Республики Молдова, которые увидят, что эти шулеры, а как их называть? Бандитами, шулерами? Ну как по-другому назвать? Меняют правила игры во время игры, ну есть по Приднестровье, к примеру, или что они делают, другое, или попытаются снять какую-то партию. Народ что должен сделать? Народ должен выйти на улицу. И поверьте, в этом случае я буду на улице вместе с народом. Чем все это закончится? Еще раз говорю, для демократической партии, которая все это затеяла, закончится очень нехорошо. Я не хочу дестабилизации. И буду делать все возможное, чтобы у нас дестабилизации не было. Но обычно 9 из 10, которые приходят к власти через революции, так и уходят. Есть один случай из 10, обычно история показывает, что люди понимают. Но если люди или политики, или те, которые контролируют власть, считают, что, слушайте, это их не касается, и считают, что они уже все выше и так далее. Хотя они очень хорошо понимают, они же едут по району, они видят. Они видят, что народ их спрашивает по дорогам, по пенсиям, по зарплатам. Те же вопросы задаете мне. Поэтому я не хочу кого-то пугать, я имею в виду народ Молдовы, для того, чтобы была какая-то паника. Я буду делать все возможное в качестве президента Республики Молдова, чтобы у нас не было дестабилизации. Я очень надеюсь, что 24 февраля выборы пройдут нормально. Никого до этих выборов не снимут из основных игроков. Народ проголосует. После этого будет кого-то большинство, не будет. Сядут, попробуют найти какие-то компромиссы. Если не найдут, досрочные парламентские выборы, побыстрее, для того, чтобы к лету, к осени у нас наконец-то появилось, если будут досрочно, чтобы у нас появилось нормальное правительство и парламент и двигаться дальше. Потому что если будет дестабилизация, мы весь год этот потеряем. И не только год. Я хочу поговорить о вашей реакции на те события, свидетелями которые мы были в течение последней недели. Но каждый день какие-то, вы даже затрагивали уже эту тему, лидеры каких-то малых партий что-то выходили и говорили про вас. Вот все, да, какие-то даже пытались там вещественные доказательства что-то приносить. И в ответ ваша пресс-служба что говорила? Она говорила все время одну замечательную фразу. Президент не считает нужным вступать в полемику с оппонентами и не поддается на провокации. Игорь Николаевич, у нас так не принято. У нас если выходят и поливают грязью, обязательно должен был ответ. Вы молчите. Они этого и хотят. Разные фейковые ксерокопии и так далее. Разбираемся со всем этим. Но как только я сейчас начну отвечать, то у нас начнется полемика между институтом президента, между президентом легитимным и вот этими мелкими спойлерами. Задача демократической партии, чтобы люди не говорили о плохих дорогах и о том, что не увеличили пенсии и не увеличили зарплаты и беспредел в медицине и так далее. Задача в том, чтобы люди говорили о том, что вот какие-то шулеры атаковали президента, президент им ответил и из этого делает шоу. Конечно, мы не будем поддаваться. Я думаю, что самое интересное, самое горячее, самое грязное начнется именно сейчас. Осталось 10 дней до выборов. И в течение этих 10 дней или 12, сколько там, сегодня 11 число, ну 13 дней осталось. Я думаю, что они будут использовать весь свой арсенал. Но чем больше бьют, тем больше люди понимают. Потому что вопрос резонный. Ребята, а где вы были до сих пор? Если Дадон вот такой, 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 а что вы это не показывали год, два, три назад, полгода? Почему сейчас? Если люди понимают, почему это происходит? Я вижу по тем залам, где я встречаюсь. Люди очень хорошо разбираются. И все, что они пишут там, и все, что они рисуют, и все, что они там еще будут рисовать, и делать разные мультики и так далее. Я слышал, что они готовят разные такие вещи. Конечно, вы понимаете, мне очень непросто. Потому что это бьют по мне. Это бьют по моей семье. Это супруга, дети, мама моя, тесть и так далее, теща. Но это семья, как-никак. И это очень непросто. Для семьи непросто. Хотя мы прошли через огонь, воду и медные трубы за эти 10 лет политики активной. Избирательной кампании столько было. И били по мне, и били. И, конечно, когда очередной раз бьют, очень неприятно. Но мы это выдержим. Я хочу, кстати, воспользоваться возможностями и передать искренние слова благодарности моей супруге, первую очередь, у которой, кстати, завтра день рождения, и моей семье, что они меня понимают и всецело поддерживают. Потому что моя оппонент пытается расшатать и меня, и мою семью. Мы это видим. Мы же знаем, какие информации они доводят до супруги через разных. У меня на днях было несколько случаев таких, что вот смотри, для того, чтобы дестабилизировать, чтобы мы начали там... То есть вот это грязь, насколько я понимаю. Это происходит каждый день. И те, которые опустились до этого, ну как их назовешь, кроме самыми жесткими словами? И если, знаете, вот меня спрашивают, а что дальше? А как после этого садиться за стол разговаривать? Вот честно. Вот как после этого вот садиться и что-то обсуждать? Насчет Молдовы, там, насчет чего-то. О чем говорить? Когда люди себе позволяют такие вещи. И вот все эти маленькие ребята, которые пытаются, и которые там прячутся где-то за рубежом, и так далее, о чем разговаривают после этого. Я себе никогда не позволял делать такие вещи против семьи, против... Есть красные линии, которые мы не переходили никогда, не я, я и с Валим коллегам всем поручил, ребята, есть красные линии, которые мы не переходим. Они переходят. Ну, иногда они вам практически даже льстят своей критикой. Знаете, в том, что вы любите тяжелую атлетику, никто вас еще не заподозрил, а можно было заподозрить, знаете, после какой новости. Вот последняя информация по поводу 20 миллионов. Я вот так вот посидела, нет, Игорь Николаевич, я вот подумала, я нашла в интернете, что оказывается 1 миллион долларов весит 10 килограмм. То есть получается это 200 килограмм. И я представила себе сцену, как вы, то ли лично эти 200 килограмм, то ли вся ваша команда, то есть вы это деньги просовывали, да, вся команда идет с этими деньгами. То есть это понятно, тут со стороны, да, вот люди представляют. Это люди с больной фантазией, а как по-другому их назовешь? Это люди с больной фантазией. И это не писали эти маленькие. Ну, чтобы понимали, не эти спойлеры все это придумывают. Там есть конкретный департамент, который занимается этим вопросом. И, слушайте, я когда видел, меня спросили, я рассмеялся. Ну, ребята, до чего вы дошли? А почему не 100? Почему только 20? Ну, очевидно, чтобы успели как-то дотащить вот это все. Я даже не знаю, как это было. Оставьте все эти фейковые новости. Не обращайте внимания. Ну, вот еще один политик высказался не очень приятно для вас. И мне кажется, на это как раз может быть нужно обратить внимание, потому что он наряду с людьми от Акума, которые якобы готовы поддержать демократов, он уверен, что это могут сделать и социалисты. Вы ведь видели этот список. Как вы полагаете, за этим ничего не стоит? Это просто страшилки какие-то? Во-первых, я не видел никакие списки, если честно. Но давайте так, чтобы у нас не было слишком много электоральных и выборных вопросов, избирательных, которые в нашей передаче. Комментировать кого-то вот оттуда, либо оттуда и говорить о каких-то коалиционных вариантах после выборов или что будет, не стоит. Президенту не стоит. Я сказал, что я не буду вмешиваться во все эти ихнии, где дерутся между собой. Есть тут президента и президент вне этих политических баталий. Мой ответ всем, которые меня атакуют, я уже дал. Поддерживать ту или иную партию, каждый гражданин и президент. Понятно, за кого я буду голосовать? Я не буду назвать, чтобы не сказать, что это электоральная агитация. Я думал, все понимают. Ходить с флагом и везде писать и на всех стенах президент за таких я не имею права по законодательству и этого делать не буду. А дальше пусть народ расценит и поставит оценку каждому на этих выборах. А если они пойдут по беспределу, я очень прошу, чтобы люди были готовы. Готовьтесь. Я не знаю, виллы, метелки, разные варианты есть. Готовьтесь. Виллы, конечно, серьезнее, чем метелки. Вот смотрите. Вариант тоже хороший. С метлами прийти. С метлами, да. Неплохой вариант. Интересно, да. По крайней мере, картинка у нас будет интересная в телевизионщиках. Я предлагаю поговорить о внешней политике, тем более, что вы один из очень немногих политических лидеров, которые не видите, не ищете врагов за рубежом, не называете их врагами. Ведь власть четко обозначила, что у них Россия там это враг. Все, что оттуда исходит, это плохо. Вы таких вещей не делаете. Вы говорите, мы хотим дружить и с Западом, и с Востоком. Во-первых, вам не очень верят. Вы понимаете. Вот все время пытаются говорить, ну, все равно, ну, вот Россию чуть-чуть больше же любите, Игорь Николаевич, вы признаетесь. Но дело не в этом. Я вам верю по той простой причине, что вы выступаете с разными идеями, для которых вам необходима международная широкая поддержка. Вот ваша идея международного гарантированного нейтралитета. Игорь Николаевич, у вас были неформальные беседы, я видела, с лидерами европейскими и в том числе с господином Трампом. Как-то удалось вам затронуть? Вы как-то приблизились к этой теме? Что-то сделать удается? Ну, во-первых, то, что касается позиции президента, моей позиции по внешней политике. Мы не можем быть врагами ни с Западом, ни с Востоком. Мы не можем себе это позволить. И мы не можем себе позволить, чтобы нас затянули какие-то геополитические войны. Я не хочу, чтобы Молдова была на стороне Европы либо американцев в геополитической борьбе против России, так же, как не хочу, чтобы мы были на стороне России против американцев и европейцев. Я это всегда говорил. И принцип взвешенной внешней политики, который мы очень активно проводим и объясняем всем, который я объявил 27 августа 2017 года на встрече с послами, когда у нас был прием по случаю Дня Независимости, я тогда выступил с этим подходом. Это 27 августа, это уже прошло полтора года. И мы за эти полтора года разработали концепцию вот этого. Концепция называется взвешенная внешняя политика или принцип И-И, не или-или. Не надо нас ставить перед выборами. Вы с нами или против нас. Я очень рад, что этот подход, вот эта позиция, она воспринимается и на Западе, и на Востоке. Я детально это обсуждал с Путиным. Мы детально обсуждали даже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации эти вопросы, мои советники, мы с вами встречались. Мы это детально обсуждали с американцами. В прошлом году мои советники ездили в Вашингтоне и встречались и в Госдепе, и в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов и со всеми встречались. И я видел, что это воспринимается там. Я лично это обсуждал с Макроном, частично с Меркель, когда мы встречались в Париже, частично объяснил Трампу, общался с другими лидерами, но очень детально мои советники встречались с советниками Макрона, с советниками Меркель, были в Вене в прошлом году. Мы подготовили площадку для того, чтобы люди знали, каково видение президента Республики Молдова, как мы будем двигаться дальше. Там очень просто. Есть Молдова, нейтральная страна, важно, и мы будем добиваться признания постоянного статуса нейтралитета, международного признания. Мы будем дальше развивать отношения с Европой на основании тех соглашений, которые у нас есть. Ничего отменять мы не будем. Если получится поменять в экономическом плане некоторые вещи, потому что мы слишком открыли наш рынок, нужно его закрывать, чтобы по некоторым товарным позициям временно, чтобы появились таможенные пошлины, чтобы наши производители могли развиваться. Но об этом мы будем беседовать в Брюсселе, договоримся, окей, не договоримся, а будем находить другие меры и возможности поддерживать местных сельхозпроизводителей. Мы будем восстанавливать отношения с Россией, мы будем развивать статус наблюдателя Евразийского экономического союза, который мы получили в прошлом году. Вот на основании этого можно и объединить государство, решить Приднестровскую проблему, и сплотить молдавское общество. У нас же разделено 50 туда, 50 туда. А если мы поставим на главу стола позицию, что мы будем исходить из национального интереса, интереса молдавских граждан, и будем дружить со всеми на основании нейтралитета и взвешенной внешней политики, я думаю, что 80% населения Республики Молдова это примут. Теперь, как будем двигаться дальше по этим вопросам? Я впервые скажу важной внешней поездке на этой неделе здесь, на передаче, меня пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Это очень серьезная международная площадка, очень серьезный форум. Конечно, все помнят некоторые речи. Который пройдет в Мюнхене в конце этой недели 15-17. в феврале. Меня пригласили туда, будет очень много руководителей стран, европейских, ну, в Соединенных Штатов приезжает вице-президент Соединенных Штатов. У нас запланировано там много встреч. Кроме этого, я не буду говорить с кем, но запланировано много встреч, и официальных, и неофициальных. А выступления запланированы? Сейчас скажу. Меня интересует не столько официальный контакт, потому что мы, я им сказал, партнерам европейским, я хочу с вами встретиться не для селфи, не для фотографий. Я хочу вот так без камер, без прессы просто сесть и поговорить о ситуации в Молдове. Как мы это видим? Убедить вас, что это приемлемо для всех, и убедить, что по Молдове можно договориться. Запад с Россией, Россия с Западом. И это будет только плюс для нас. Потому что если Молдова появится в повестке дня как возможный компромисс между Западом и Россией, и появятся повестки дня крупных держав, я думаю, что мы сможем очень быстро решить очень много проблем, которые есть в Молдове. Поэтому запланировано очень много встречи неформальных с ряд лидерами. Кроме этого будет организован круглый стол по Молдове, в рамках которого я намерен представить вот эту концепцию взвешенной внешней политики. Позицию президента. Уже есть интерес несколько десятков стран, которые будут участвовать в этом круглом столе. Это будет либо в пятницу, либо в субботу в конце этой недели. Я думаю, что это будет очень важным сигналом, что Молдова не ищет врагов, ни на западе, ни на востоке, что граждане Молдовы хотят иметь хорошее отношение со всеми. Понятно, что внедрение этой повестки, этого пакета, мы его называем большой пакет, мы его в укороченном варианте, то есть на один листочек концепцию мы передали еще в конце прошлого года и обсуждали в ряд столиц, я уже говорил, на западе, на востоке, но сейчас более детально об этом поговорим. Внедрение зависит от того, что будет у нас после 24 февраля. Если у нас будет парламентское большинство, которое исходит именно из этих принципов, что мы не будем пророссийскими либо проамериканскими, мы не будем антироссийскими либо антиевропейскими, мы будем промолдавскими, то тогда вот этот план имеет хорошие серьезные шансы для того, чтобы мы начали его внедрять в жизнь уже буквально с апреля с мая. Если у нас не будет такого парламентского большинства, если дальше здесь будет жесткая антироссийская риторика, то, что мы видели, и они даже хвастаются этим, что вот мы, те, которые против России, делали так, так, даже перечисляют в одном интервью, вот вы говорили про интервью председателя парламента, то тогда конечно никакого движения не будет и ситуация может усложниться, потому что все решения, которые со стороны Российской Федерации по экспорту, по мигрантам, по другим вопросам, это основывается на договоренности Додона с Путиным, и их движение дальше, внедрение дальше будет зависеть от диалога с Россией на уровне правительства, не может президент все эти вопросы курировать на уровне президента, должно работать и правительство, и поэтому очень важно, очень важно, что у нас будет после 24 февраля, я надеюсь, что мы будем двигаться по этой траектории. Вот как раз с Мюхена, я планирую, может быть, на обратной дороге, через Москву и взять ребят пилотов и вместе прилететь домой. Ну, вы знаете, вот с этими игроками вы наверняка будете затрагивать тему Приднестровского регулирования, да, не только международно принятого, признанного нейтралитета, но вот по Приднестровью, да, вы с ними, чтобы говорить, они у вас могут спросить очень простую вещь, а есть у вас план, господин Додон, и вы им должны будете что-то ответить по Приднестровью, да. Конечно, есть у нас план. Вы ждете, чтобы выборы прошли. Но, но давайте скажем честно, очередность движения по политическому регулированию Приднестровского очень важна. Мы не можем Кишинев либо президент начинать обсуждение какого-то плана с кем-либо без того, как не будет общей позиции в Кишиневе в первую очередь. Президент, премьер, спикер. Потому что должна быть общая консолидированная позиция Кишинева, как мы будем объединять страну. Это первое. Второе. Нужно обязательно эту концепцию детально, очень детально рассмотреть, переговорить, провести серьезные переговоры с Террасполем. не получится однобоко, что вот Кишинев что-то разработал, пошел к русским, к американцам, к европейцам и что-то дал и заставит кого-то это сделать. Не получится. Это должна быть обоюдная договоренность. То есть в Кишиневе общая позиция. После этого Кишинев договаривается с Террасполем. Это серьезные переговоры, это непростые переговоры. Но я думаю, что это реально можно делать и можно двигаться после парламентских выборов. И после этого эту концепцию, этот план уже официально вместе с партнерами по развитию делается очень серьезная работа. После этого делается фонд по политическому регулированию, как будем объединять страну, кто чем помогает и так далее. Поэтому вот примерно так нужно двигаться. Своё видение президента, конечно, у нас есть. Мы ее разработали еще в 2017 году. И неформально, конечно, мы начали ее обсуждать и с одними, и с другими, и с третьими. Правительство свое видение разработало в 2017 году. Разрабатывали эксперты-унионисты, которые за объединение с Румынией. Понятно, что там за видение, поэтому оно категорически неприемлемо. Даже специалисты ОБСЕ сказали, когда увидели видение правительства, говорят, даже не публикуйте, не начинайте разговор об этом, потому что это путь никуда. Это утопия. Мы передали наше видение. И я лично передавал ее Филиппу Иканду. Еще в 2017 году. Как мы это видим? Прошло два года. Они не хотят двигаться пока что. Им это невыгодно. Если они хотят сейчас запретить участие граждан Молдовы, которые живут в Приднестровье, в выборах в Молдове, понимаете, какая у них неприязнь. Либо хотят отказаться от Приднестровья, что говорит Канду. Ну, как вы сказали, таких политиков мы еще не видели, которые готовы отказаться от территории Молдовы для каких-то своих личных интересов, политических и так далее. Поэтому после выборов начнем движение в этом направлении. Игорь Николаевич, у нас есть информация, что завтра в страну может прилететь господин Порошенко. Не знаю, правда, не правда, лучше я вас сейчас об этом спрошу. послезавтра. Хорошо. По крайней мере, правда, что он уже прилетает. Что это будет за визит и намерены ли вы с ним встречаться? По нашей информации, Порошенко должен прилететь в среду. У нас запросили гарда дюнуари. Почетный караул. Почетный караул. Мы, конечно, потому что это введение президента, мы дали добро. То, что касается встреч, но, насколько я понимаю, господин Порошенко кандидат в президенты Украины. Поэтому мне кажется, что президент Молдовы ни с кем из кандидатов, для того, чтобы не вмешиваться в внутрополитический процесс на Украине, мне кажется, что это будет неправильно встречаться. Ни с кем. Потому что, если встречусь с Порошенко, завтра там еще кто-то может сказать, что приезжай в Молдову, я хочу встретиться с президентом и так далее. Поэтому, вмешиваться в внутриполитический процесс и борьбу в соседней стране, которую мы очень уважаем, мы не будем. И все. А после выбора посмотрим. Будем работать с теми, которых выберет украинский народ. Любопытный визит. Мне на самом деле интересно, будут ли по его итогам подписаны какие-то документы, что-то будут заобещания, с кем как встретиться. Но посмотрим. Осталось ждать недолго, чтобы закрыть тему внешней политики. Я должна вас все-таки спросить вопрос по поводу Российской Федерации. Ведь ваши недоброжелатели говорят, что в принципе россияне поддерживают Дадона ровно до тех пор, чтобы он выиграл эти выборы. Если этого не случится, то они от него отвернутся. Вы, наверное, слышали об этом. И у вас, наверное, есть свой комментарий по этому поводу. Во-первых, Российская Федерация поддерживает молдавский народ. Не президент, а не какую-то партию и так далее. Российская Федерация поддерживает народ Республики Молдова. И те решения, которые были приняты и по экспорту, и по мигрантам, и по другим, это интерес в первую очередь помочь нашим гражданам. Второе. Для того, чтобы по этим решениям двигаться дальше, нужно сотрудничество на уровне правительства. Я приведу очень простой пример. По экспорту, для того, чтобы быть уверены, что это не реэкспорт каких-то украинских товаров либо европейских, есть система сертификации. А система сертификации находится в подчинении правительства. И, конечно, на уровне правительства должен быть диалог. Если нет диалога и появляются риски, что через Молдову идут украинские яблоки или польские, или какие-то вина украинские, конечно, возникнут проблемы. В этом основной вопрос. И те спекуляции, которые сейчас, ну, еще появится очень многое. Мой интерес, моя задача помочь нашим гражданам. И чем больше мы сможем им помочь, я буду помогать. С Российской Федерацией буду общаться. Вот вчера была хорошая встреча Башкана Гагаузи в Истамбуле. было около тысячи Гагаузов, которые временно либо постоянно. У них тоже проблема с амнистией, с миграционной. И уже оттуда поступила просьба, они знают, что у Додона хорошие отношения с Эрдоганом, чтобы я попробовал это решить. Почему нет? На следующие 10 дней у меня в графике возможность встречаться или поехать в Турцию нету для встречи с Эрдоганом. Но я запрошу встречу для того, чтобы там в марте мы встретились и посмотрели, что можно сделать для наших граждан. То же самое готов обсудить и с европейцем, и с американцем. Я буду исходить из интересов наших граждан. Если есть какая-то проблема, с которой они сталкиваются, и я смогу повлиять на решение этой проблемы, я сяду на самолет ни чартером, обычным рейсом и полечу, и попробую ее решить. Вы решаете новостей прям тогда ваших оппонентов. Ну, вообще, знаете, что еще не так безобидно выглядит? Это то, что, смотрите, все это время демократы вообще сделали один очень важный шаг. Они кадровую политику свою довели до совершенства с их точки зрения. Вот последнее кадровое назначение Марьяна Ильич Слупу, глава счетной палаты, по нарре назначения, как человек, которому эти вопросы близки, все-таки экономические. Я не могу вас не спросить, как вы к этим назначениям относитесь и что вы будете делать с ними потом? Давайте так. Я очень отрицательно отношусь к самому принципу назначения руководителей структур, которые подчиняются парламенту, назначения уходящим составом парламента. Вы понимаете, что это такое? Они хотят забить места в надежде, что если вдруг что-то поменяется, оно поменяется, они понимают, что поменяется, чтобы свои люди были расставлены. Я отношусь категорически отрицательно к этому и, конечно, большинство этих случаев нужно будет менять. Как будем садиться, смотреть, какие законы и так далее, парламент, в зависимости от парламентского большинства. По поводу конкретно каких-то кандидатур, вот вы сказали, Марьян Ильич, мы работали в одной команде в экономическом блоке правительства. Он был в парламенте, я был министром экономики. Да, у нас непростые отношения с 2009 года, когда он ушел в демократу. И у нас мы политические оппоненты были и на президентских выборах и так далее. Он призвал всех голосовать за моего оппонента. Но как специалист, как профессионал он неплохой. мы хорошие экономисты. Вот мое мнение. Я не хочу говорить, что меня сейчас не интерпретировали кто-то. Конечно, я могу сказать, что все плохие, но нужно быть объективным. По отношению к этой кандидатуре, какие вопросы? Но сам принцип, как назначили, конечно, не поддается никакой критике. По отношению, раз вы задели кадровую политику, я знаю, что очень много людей, кто работает в бюджетной сфере, на разных государственных предприятиях, боятся. Их заставляют голосовать, понятно, за власть, говорят, что мы проверим ваши телефоны, вы должны сфотографировать. У нас месседжи от всех. Я хочу их призвать не бояться. И не бояться того, что из-за того, что их обязали, заставили войти в какую-то партию, что из-за этого следующая власть их выгонит с работы. Этого не будет. Если они профессионалы, я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто работает в госструктурах. Если вы профессионалы, и вы на своем месте, никто вас не тронет. Я приведу пример. Вот администрация президента. Я стал президентом два года назад. Два года, месяц, два уже сколько. Ни одного я не уволил из администрации президента. Хотя все были назначены президентами до меня. И здесь разные люди. Но я их всех пригласил после того, как меня назначили. Я им сказал, ребят, я понимаю, что у 90% из вас другие политические предпочтения, чем те, которые мои. Я буду исходить из вашего профессионализма. Если вы профессионал, если вы работаете на своем месте, то вы останетесь работать. Я никого увольнять не буду. Если вы сами приняты решение уйти, пожалуйста, без проблем можете уходить. За эти два года, ну было два-три случая, или четыре, которые ушли, но за эти два-три года все работают. Все работают в администрации президента. Я никого, ни одного не заставил, чтобы они вошли в какую-то партию. Вот как делают они в правительстве, парламенте, всех, Дисус Панжос, всех стать синими, чтобы не сказать другого цвета. Мы этого не делали. Поэтому, уважаемые друзья, профессионалы, которые работают на предприятиях, в школах, в детских садах, в медицинских учреждениях, в министерствах, не надо бояться. Я вам обещаю, что при смене парламентского большинства, правительства, даже если вас заставили одеть куртку, а я знаю, что многих заставили, и под роспись выводили на разные протесты и так далее, если вы профессионалы, вы остаетесь на месте, будете работать дальше. Вот то же самое, как это происходит в этом здании в администрации президентом. Игорь Николаевич, время наше вышло, велик соблазн еще, конечно, напоследок спросить вас о коалиции правящей, я понимаю, что вы об этом сказали, что после выборов, я хочу вас поблагодарить за это интервью и пожелать наверное хладнокровия и терпения, вот вообще вы по-моему один из тех лидеров, никогда не видела, когда вы в гневе, чтобы вы вообще возмущались, повышали голос, мне кажется, что вообще не права. Потому что вы меня не очень хорошо знаете, а моя супруга, моя мама после каждого эфира говорит, у тебя были эмоции. Другие не замечают, потому что я пытаюсь это не показывать, хотя внутри вы понимаете, что все очень непросто и вот эти седина, которая появилась за последние два с половиной года, это тоже не случайно, но не дождутся, не дождутся, чтобы мы во-первых, пошли на полемику, во-вторых, показали слабость. Мы будем сильны, мы будем держать удар и, конечно, будем возвращать удар обратно. Для каждого удара, знаете, как там, против лома нет приема, если нет другого лома. Ну, придется готовиться и быть готовым к любому сценарию. Спасибо большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова